В соседнем Барнауле прошел уникальный концерт. На русских народных инструментах играли музыканты оркестра музыкального колледжа из Павлодара. А вместе с ними еще на сцену вышел и народный артист России, неподражаемый виртуоз Александр Цыганков. За кулисами шумно, идут последние приготовления к концерту. Просьба музыкантов не отвлекать. Гостей из Казахстана в рамках международного сотрудничества в Институте культуры ждали с 2020 года. На сцену сегодня выйдут наши друзья, наши партнеры, с которыми нас связывает уже десятилетия сотрудничества. Наш ВОЗ Алтайский государственный институт культуры и творческие коллективы Павлодара и Нурсултана. АГИК давно дружит с профильными учебными заведениями Казахстана. В совместных проектах академическая мобильность, обмен опытом, совместные мастер-классы и словно бешпармак на праздничном столе. Концерт оркестра народных инструментов музыкального колледжа Павлодара. Совместно с Павлодарской областной филармонией имени Байзакова и музыкальным комплексом был создан и реализовывается проект СамГА. Данный проект предусматривает поддержку талантливых детей и совместное выступление именно с профессиональными коллективами. Лучшие студенты со всего Казахстана при поддержке преподавателей – это почти полсотни музыкантов – получили возможность не просто сыграть для барнаульской публики, но еще и выйти на одну сцену с народным артистом России Александром Цыганковым. Выступать, я скажу вам, здесь ответственно. Почему здесь традиции? Возьмем даже оркестр «Сибирь». Я с Женей Борисовым был сам лично знаком, с ним играл. С этим оркестром. Я знаю, что такое оркестр «Сибирь». Рядом с таким мастером на сцене страшно быть не может. От венецианского карнавала Паганини до родной и узнаваемой Калинки. Этот путь они прошли все вместе и каждый раз слышали аплодисменты и крики «Браво!». Слова, которые не требуют перевода. Слова от души. Алексей Любар, Алексей Леоненко, Вести Алтай. Специально для телеканала ЕРТС.